Послание филиппийцам, глава четвертая с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе и Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились? Что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия по даяниям и принятиям, кроме вас одних. Вы и в Весфессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствует вас, находящиеся со мной братья. Приветствует вас все святые, а наипаче из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.